Привет дорогие друзья, сейчас я нахожусь на своем основном аккаунте, решил немного проапать кубки здесь, потому что все нету времени, разные бусты, испытания бандита, еще что-то и вообще редко захожу на свой основной аккаунт, поэтому решил немножко проапаться, сегодня было здесь 4000 кубков и я решил идти вверх по лигам, потому что у меня вообще цель была дойти до искателя третьего, а потом попытаться до мастера, то есть преодолеть планку 5000 кубков, но пока что до этого еще мне далеко, пока у меня цель дойти до искателя второго. Также решил снова поднимать свой клан, потому что забросил его немного, поэтому открыт набор ребят, я покикал немножко неактивных и там внизу покикал, в общем есть 6 мест, прием от 4000, я понимаю что может вступить не каждый, но мы проходим в топ, мы идем в топ, поэтому заходите в мой клан, ну и сегодня ребят хочу я перейти планку 4300 кубков, у меня рекорд 4400, это как бы не вершина моя, поэтому я могу и выше, но пока что сегодня в планах дойти до искателя второго уровня. В общем я ребят составил новую колоду, до этого у меня была дека с роял гигантом, я все равно ей буду продолжать играть, просто мне уже поднадоела немножко она, и я был в поисках разных дек, вот такой вот декой поиграл, потом у меня была колода с хогом, с големом я играл, и вот остановился на вот такой вот колоде. Крутая колода, я ее уже ребят не раз показывал, это сплошной развод на спылы, реально контрить что танков, что спам, ей легко, но если конечно у оппонента есть там допустим 3 спыла, там зап, фаербол или бревно, то да, конечно трудности возникнут, или стрелы там или тому подобное. Ну а так вообще прикольная колода, сейчас вам покажу повторы, перейдем в онлайн атаку, сделаю одну онлайн атаку, ну давайте посмотрим какой это повтор, последний повтор был не интересен, там оппонент так себе играл, ну блин колода хог плюс рейдж, ну такое себе. А вот вот эта дека гигант плюс шарик, давайте посмотрим, тут я сыграл конечно красиво, хотя думал что проиграю, во первых мне подобрался 12 уровень, и ребят что касается противников, я думал будет намного проще после этого обновления, когда введут лиги, я думал что все игроки пойдут ну на высоту туда, в мастер, в чемпионы, но нет они сидят до сих пор на искателях с 9, 10, 11 рарками, не понимаю почему, поэтому сложно играть, и ну лично мне, потому что я еще колоду никак не могу подобрать, своей основной мне уже надоело, я сейчас в поисках колоды, но пока остановился на этой. Так, в общем, чем смысл деки, постоянно нужно наносить хоть чуть-чуть урона, вот даже если принцессу в асистисе, я играл с роял гигантом, я принцессу выбрасывал постоянно за королевской башней, чтобы, вот кстати у меня, я пока комментировал, слева смотрите, у меня получилось пропушить вышку, он забил, потому что делал комбинацию гигант плюс шарик, шарик долетает к вышке, сносит и тавер мне, в общем, пока мы разменялись вышками, и счет 1-1. И сейчас, ребята, обратите внимание, он потратил стрелы, и я это заметил, и знал, что у него нет фаербола, выбрасываю, смотрите, шахтера так, чтобы, ну я знал, что он выбросит принцессу, поэтому я словил принцессу, но, к сожалению, он еще поставил башню бомбера, поэтому заход у меня не получился. То есть тут надо постоянно разводить противника на спылы, на юнитов, то есть я посмотрел сначала, что у него за колода, выбрасываю там, допустим, шахтера, бочку гоблинскую, армию скелетов, смотрю, чем он ее контрит, запоминаю его карты, ну а потом стараюсь на это все дело разводить и делать какой-то камбэк, или, допустим, в контратаку переходить. Но я знал, что у него только стрелы, фаербола я не видел, поэтому, когда он выбросил ее на принцессу, я сразу сделал заход шахтер плюс орда миньонов, но, к сожалению, не получилось. Тут я инферно хорошо отвлекаю гиганта и шарика, в принципе, они пошли на главное здание, и вот он снова выбрасывает стрелы, и я понимаю, что это заход миньоны плюс шахтер. По той же схеме выбрасываю шахтера и миньонов. Шахтера чуть-чуть левее, чтобы словить принцессу, но, к сожалению, в этот раз у меня не получилось этого сделать, потому что он выбросил орду миньонов. И когда вот так вот постоянно я пытался пропушить, я думал, что я не выиграю, потому что, ну, у меня, во-первых, времени не хватало, и я вообще думал, я проиграю. Кстати, потом уже в конце думал, что будет ничья, но нет, у меня получилось выиграть, и реально прикольно. Итак, смотрим. Ставлю снова инферно на гиганта, и у него не хватает эликсира, точнее, хватает эликсира, но он что-то затормозил, и я успел шарик снести ордой миньонов. Выбрасываю принцессу, у него нету стрел, он выбрасывает армию скелетов на принцессу, орду миньонов на шахтера, и, в принципе, я нанес ему неплохой урон. И снова повторяется, он ставит гиганта, я стрелом убиваю его миньонов, и готовлю ставить инферно. Кстати, можно было и не ставить инферно, я думаю, гиганта и так бы уничтожили, значительного урона он бы не нанес, лучше бы я инферно приберег для шарика. А вот сейчас я уже думал, что все, вот выбросил он шарик, у меня до миньонов не хватает, и как мне повезло, что я миньонов выбросил после фреза. Если бы он фрезанул вместе с миньонами, это 100% я бы проиграл, вот 100%. Но нет, бой продолжается, я забрасываю шахтера на вышку, плюс гоблинскую бочку, и смотрите, он вообще без эликсира. Наперед бросаю стрелы, плюс бревно, и его спокойно добиваю. То есть, ну, я не знаю, тут не то, что мне повезло, но если бы он фрезанул вместе с миньонами, то я думаю, что да, я проиграл бы. Поэтому то, что на одну секунду позже кинул, это дало мне победу, ну я так считаю. Но в целом, одни победы, колода мне нравится, но это пока 4200, ребят, я не скажу, что здесь сложно играть, нет, здесь играть легко, просто иногда оппоненты подбираются, но очень прокаченные, я не понимаю, что они здесь делают. Но и остался мне, ребят, ровно один бой до второго искателя, я его сыграю в онлайне, надеюсь, мы не проиграем, и перейдем сейчас на новую лигу. Что ж, я предлагаю пойти в онлайн бой. Так, смотрим, 11 уровень подбирается, в принципе, мы пока что наравне. Так, ну что, давайте забрасывать шахтера, забрасываем шахтера, посмотрим, чем он будет контрить. Так, принцесса, давайте успею я армию скелетов. Блин, я думал, она пока убьет шахтера, мои скелетики ее уничтожат. Ладно, выбросим стрелы тогда на принцессу и лучниц. Конечно, плохо, начало боя мне уже не нравится, то есть тут надо вообще быть аккуратным и минимум пропускать урона. Сейчас я выброшу принцессу за вышкой, потому что готовится какая-то комба. Впереди орду миньонов. Лучше бы, конечно, я выбросил, поставил инферно. Так, давайте бревно. Он потратил зап. Блин, вот это, я много делаю ошибок. Сейчас не надо было выбрасывать армию скелетов, лучше бы я закинул гоблинскую бочку. Ну, когда я играю в онлайне, я вообще отвлекаюсь, чтобы прокомментировать бой надо и сосредоточиться на атаке, поэтому извиняйте за мои ошибки. Так, ну, в принципе, нет, все-таки бомбера надо контрить, иначе он много урона снесет. Отлично. Всего лишь одну тычку он сделал. Так, ну, сейчас, скорее всего, будет гигант, поэтому я готовлю, готовлю инферно. Пока мы идем наравне. Сейчас лучницы немножко урона нанесут. Одна лучница два раза успела выстрелить. Ладно, закидываем шахтера. Сейчас будет принцесса. Нет, он ставит гиганта сдалека. Окей. Так, у него есть зап, принцесса, бомбер. Что у него еще есть? Я не запомнил. Ладно, давайте ставим башню. И выбрасываем бревно вот здесь. Так, здесь стрелы. Отлично. Так, он потратил зап. Выбрасываем эту гоблинскую бочку. Ну, скорее всего, будет бомбер. Да, блин, надо было немножко не так выбросить. Ну, ладно. Сейчас будет удвоенный эликсир. Блин, я надеюсь, что я выиграю и не хочу долго играть. Ну, точнее, проигрывать 100% не хочу, но и ничья меня не устраивает. Давайте бревно. Так, потихоньку урона наносим. Но, ребят, это не испытание, поэтому здесь... Давайте попробуем словить принцессу вот так вот. Да, я словил принцессу. Отлично. И забрасываем бочку. Забрасываем стрелы. Хорошо. Так, отлично. Еще немного урона нанесли. Ну, и этого недостаточно. Давайте выбрасываем принцессу. Так, я не знаю, стоит ли инферну выбрасывать или нет. Блин, ладно, забрасываем шахтера наперед. Нужно было все-таки ставить инферну. Так, ладно, здесь бревно. Вот моя ошибка. Вот моя главная ошибка. То, что я не поставил инферну. Сейчас могу проиграть. Так, давайте здесь принцессу. Здесь гоблинскую бочку. Хотя бы на ничью выйти, серьезно. Не хочу проигрывать, потому что, ну, оппонент не сильно такой скилловый. Так, здесь ставим инферну. Давайте бревно. Здесь стрелы. Хорошо. Армия скелетов пойдет. Я понимаю, что там, конечно, будет много сплоша, но мне надо как-то останавливать все это. Блин, срочно, срочно убить принцессу. Еще тычку. Фух. Так. Бревно добьет, не добьет. 13 хитпоинтов, ребят. 13 хитпоинтов. Блин, катастрофа. Я проиграл. Я проиграл. И придется сыграть теперь на 2 атаки больше. Ладно, ничего страшного. Сыграем 2 атаки. Я сделал ошибку. Надо было ставить инферну. Я пропустил гиганта и... Блин, это очень плохо. Ладно, поехали дальше. Забрасываем шахтера. Так, снова гигант. Снова 9 уровень. Блин, а сейчас нет у меня инферны. Ладно, давайте бревно. Давайте принцессу вот здесь. И ставим инферну. Отлично. Готовлю стрелы. Так, отлично. Гоблина уже нету. Так, сейчас надо уничтожить ведьму. И я не знаю. Гоблинская бочка плюс шахтер зайду что ли. Хотя нет, ребят. Он потратил фаербол. Сейчас мне надо 8 эликсира. И давайте попробуем вот такой вот комбинацией зайти. Но если у него есть, конечно, стрелы, то это, ребят, провал. У него, я так понял, зеркало, да? Ну ладно, забрасываем гоблинскую бочку. Запищу. Да блин, что за противник такой подобрался? Ставим принцессу. Блин! Я поспешил. Я сейчас потеряю снова вышку. Ё-моё. Давайте здесь срочно стрелы. Срочно, срочно стрелы. Снова из-за моей ошибки. Но я почему-то думал, он выбросит банду гоблинов. Вот она, банда гоблинов. Здесь армия скелетов, значит, пойдёт. Противника просто распирает от смеха из-за моих ошибок. Ну ладно, бывает. Бывает. И блин, уже второй бой я лузаю. Так, давайте здесь поставим инферну сейчас. У противника паника. И меня это очень напрягает, когда эмотзы шлют. Как будто у них не всё в порядке с головой. Давайте здесь забрасываем шахтёра. И у него не хватает что ли на фаерболл? Почему так долго он реагировал? Давайте забрасываем гоблинскую бочку. Так, отлично. 200 хитпоинтов остаётся. Ладно, ставим вот так вот принцессу. Поставим вот так вот адскую башню. И... Я не знаю. Ну сейчас ведьма идёт впереди. Это, конечно, фейл. Давайте стрелы. Надеюсь, и вышку задену. Отлично. Здесь миньоны пойдут. Мне главное так, чтобы он фаерболлом не добил мой тавер. Вот это самое главное. 26 хитпоинтов остаётся. Я забрасываю шахтёра. Да, в принципе, это победа. В любом случае бревном добью. Да, давайте бревно сразу кину. В принципе, но бы и не понадобилось. Но всё же. Так, 15 секунд. Так, так, так. Я стрелы берегу. Фаербола не хватит, чтобы добить вышку. Поэтому я думаю, что я выиграл. Да. Я воспользуюсь моментом потроллить противника. Потому что он меня очень бесил. Когда я вот сделал ошибку, он просто глумился надо мной. Так, отблагодарим его за победу. Что ж, и снова мы возвращаемся к той планке, чтобы сделать одну катку. Так, 20 кубков. Поехали. Блин, не хочу снова проигрывать. Надеюсь, перейду. Потому что, когда я делаю это на запись видео, когда вот играю, у меня постоянно получаются проигрыши. Вот когда без видео, без трансляций, я нормально играю, сосредоточен на атаке. Так. Он выбросил духа. Ладно, давайте выбросим тогда шахтера на левую вышку. Здесь бревно. Я его немножко не понимаю. Так, здесь орду миньонов. Так, он ничего не подбрасывает. Я думал, он что-то подкинет к стражам. Ладно, давайте к бочку. Отлично. Он потратил зап на миньонов, поэтому бочка, смотрите, сколько урона нанесла. Принцессу на левую сторону. Так, хок у нас. Ладно. Будет зап или нет? Давайте бревно. Ну, блин. Конечно, мог бы и больше урона получить, поэтому ничего страшного. Теперь я знаю, что у него хок. Буду экономить эликсир для инферны. Так, шестые стражи не убиваются. Стычки от принцессы. Ну, в смысле щит не спадает с них. Поэтому это плохо. Это минус. Так, ладно. Я не помню, есть ли у него стрелы или нет. Давайте меня... А, у него зап. Давайте убиваем так. И шахтера закидываем наперед. Отлично. И гоблинскую бочку еще. Я понимаю, что я сейчас буду в эликсире вообще в полной заднице. Но я должен пропушить его тавер. Отлично. Так, отлично получилось. В принципе, уже хватает эликсира у меня и на инферну. Так, круто. Ставим инферну. Здесь армия скелетов. Хорошо. Ну, все, отлично. Пока я лидирую, я надеюсь, что так будет до конца боя. В принципе, я буду сейчас потихоньку уже начинать наносить урон по правой стороне. Поэтому я уже в неплохом преимуществе. Так, ну я, по-моему, еще одной карты у него не видел. Или даже двух. Давайте выбрасываем принцессу справа. Так. Готовим бревно. Да, готовим бревно. Здесь у нас пойдет орда миньонов. В принципе, инферно не понадобилось. Так, забрасываем вот так и вот так. Отлично. Здесь мы армия скелетов. Блин, можно было и не тратить армию скелетов, но все же я почему-то волнуюсь и хочу минимум урона пропускать. Так, хорошо, принцессу ставим. И ставим инферно. Так. Подбрасываю шахтера плюс орду миньонов. Вы уж извините, что я так немножко комментирую с пробелами, но просто я должен как-то сосредоточиться на атаке. Так, здесь армия скелетов и бревно. В принципе, даже если он не снесет сейчас вышку, я уже справа у него забрал. Ну, нет, он не забрал у меня слева вышку. Поэтому это победа. Ну, все, наконец-то я еще в лиге этой не был в этом сезоне. Плюс 29 кубков. И вот он, искатель второй. Ну, наконец-то. А то мне так стыдно было в этой бронзе быть. Давайте посмотрим, что здесь за сундук у нас теперь. Так, 15 типических карт и 75 редких. Неплохо. Ну, теперь буду, ребята, держать цель 4600. Пока что буду этой колодой. Она меня полностью устраивает. Надеюсь, я вам тоже помог чем-то. Посмотрите, возьмете, попробуете этой декой. Но если она меня не устроит, я, естественно, ее заменю. И как только я дойду до 4600, я обязательно запишу об этом видео. Ну, на этом, ребята, я буду с вами прощаться. Я вам желаю удачи, удачных вам сражений. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...